Первый пункт Тура – Карташовское месторождение. Его начали осваивать около пяти лет назад. За это время на его территории появилось более десяти скважин. Сейчас здесь бурят куст еще из трех. Внутри буровая установка, а она, кстати, может поднять вес, сопоставимый с двумя сотнями автомобилей, похожа на космический корабль. Внушительно и солидно. Техника белорусско-итальянского производства может бурить на глубине до пяти тысяч метров. Светлогорское управление буровых работ на сегодняшний день занимается разбуриванием нефтяных месторождений в Республике Беларусь. Это одно из, можно сказать, вообще одно такое предприятие на территории нашей Республики. В составе нашего предприятия имеются 22 буровые установки. Ну, наподобие такой, как вы сейчас видите за моей спиной. Значит, бурим мы в год, 50 скважин сдаем заказчику. Всего в Беларуси в эксплуатации находится свыше 60 месторождений, на которых открыто почти 8,5 сотен скважин. Самая крупная – Речицкая. Это следующая остановка в путешествии журналистов. На его территории находится скважина номер 6, одна из 15 миллионщиц. Ей 55 лет, но скважина и сейчас дает нефть. Именно благодаря ей в 1964 году было аргументировано мнение о наличии в стране промышленных запасов нефти. В 1965 году Наталья Могилевич была лаборанткой промышленной лаборатории нефтегазодобывающего управления «Речица нефть». Когда приехали снимать, это была миллионная тонна нефти. Это был, конечно, праздник. Но для нас, какой праздник? Для нас рабочая обстановка. Оно вот видно, что это рабочая обстановка. Мне просто пришли и сказали, Наталья Семеновна, Наталья, 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 никакая не Семеновна. Наталья, необходимо пойти, сейчас принесут колбу с нефтью, вот, надо сняться. Вот я и снялась. А потом, а потом, эта фотография, конечно, размышлась везде, и в новостях, и в газетах, и в журнале, и в снятиках. Через какое-то время меня узнавали даже приехавшие с Ивана Франковска студенты на танцах подходят. Я вас знаю. Я говорю, откуда вы знали? А я помню. Фотография два года назад прошла, а он помнит. Во время общения с прессой Наталья Могилевич не только вспомнила свое прошлое, но и как много десятилетий назад показала, как получала образцы нефти для проведения лабораторных исследований. Спасибо. Ровно 53 года назад я держала такую же колбу. И действительно, душа переполняется чувствами, которые хочется выразить от всей души. Спасибо всем, кто осуществлял эту добычу. Спасибо вам. Начальные геологические запасы нефти на реческом месторождении составляют 95 миллионов тонн. На этом участке пробурили 400 скважин. Ежегодно здесь добывают около 500 тысяч тонн сырья. На вопрос представителей масс-медиа о том, на сколько лет хватит залежей белорусской нефти, прозвучал достаточно оптимистичный ответ. Мы ведем ежегодно очень активно поиск и разведку нефтяных ресурсов на территории Республики Беларусь. И наша задача ежегодно – приорачивать объем извлекаемых запасов на уровне объемов добычи нефти. Мы движемся вперед, мы постоянно в динамике, мы совершенствуемся, мы с уверенностью смотрим в будущее. Поэтому 30 лет – это тот минимум, который я назвал, исходя из сегодняшних реалий. А в перспективе, я думаю, с развитием технологий через 30 лет мы можем придойти еще к новому этапу, который позволит нам продолжить добычу на территории нашей страны. В прошлом году годовой объем полученной в Беларуси нефти составил 1 миллион 670 тысяч тонн. Такого результата не было 23 года. Нынешние планы еще более амбициозные – довести добычу до 1 миллиона 690 тысяч тонн. Всего с начала промышленной эксплуатации компания «Беларусьнефть» добыла в целом по стране более 136 миллионов тонн углеводородов. Марина Джала, Валерий Гопанько. Новости недели. Речицкий район.